Доброе утро, ребята! Приветствую вас на заключительной торговой сессии этой недели. Традиционно возвращаемся на финансовые рынки и отслеживаем текущие фундаментальные возможности, ну и конечно же то, что еще представится нам для трейдинга в ходе торговой сессии, ну и уже на следующей неделе. Сразу хочу сказать, что внимательно смотрите за брифингом, поскольку мы традиционно обозначим кодовое слово, которое позволит вам получить дополнительный бонус плюс к тем акциям, которые действуют уже в рамках нашей компании. Сейчас, поскольку мы ожидаем все-таки взрывные выходные в плане новостного и фундаментального фона, считаю, что очень неплохо было бы еще больше, чем обычно, повысить покупательскую способность ваших депозитов. Поэтому сегодняшний бонус как раз в преддверии таких интересных событий в субботу и воскресенье, ну и разумеется, открытие интересного в понедельник составляет 8%. Чтобы воспользоваться этим бонусом, разумеется, вам нужно будет связаться с вашим персональным менеджером, произнести кодовое слово и потребовать его добавить к тем ресурсам, которые имеются уже на вашем депозите. Кодовое слово произнесу по ходу самого брифинга, либо в середине, либо уже ближе к концу. Еще хотел пару слов коснуться нашего традиционного вебинара «Правильный понедельник», он состоится, разумеется, уже в следующий понедельник. Там мы снова подведем фундаментальные итоги этой пятидневки, посмотрим на то, что можно использовать, исходя из фундаментальных возможностей в рамках предстоящих пяти торговых дней. И также обозначим ценовые ориентиры по ключевым валютным активам, которых мы придерживаемся и которые могут стать дополнительным подспорьем плюс к тем, скажем, идеям и представлениям о рынке, которые наверняка есть у вас. То есть так появится, получится более объективное решение и, разумеется, которое сможет привести, будем надеяться, к очень прибыльным сделкам. Ну а теперь переходим к самому брифингу. Разумеется, начнем с наших привычных начальных активов, это динамика нефти и рубля. Что касается нефти, смотрим за актуальными котировками, сейчас это примерно 52 с небольшим, то есть видим, как бренд понемногу подбирается к прежнему серьезному уровню, который некогда был поддержкой, сейчас уже выступает сопротивлением. Это 60 долларов за баррель. Вчерашняя торговая сессия в целом для бренда оказалась восстановительной. Уже вторая по счету после той серьезной разгрузки, которая имела место быть последние несколько недель. И с чем это, в принципе, может быть связано? Во-первых, это с восстановлением, которое мы наблюдаем на китайском фондовом рынке. Пока, конечно же, динамика позитивная. В принципе, азиатский фондовый рынок уже отбил у рынка больше 5%. Но в целом, по-прежнему, риски сохраняются, потому что не стоит забывать о том, что же в итоге и спровоцировало некоторое время назад такие падения на китайской фонде. Напомню, что ключевая причина – это его перекупленность, потому что с начала этого года китайский фондовый рынок вырос больше, чем на 50%. И, честно говоря, если бы этот рост был подкреплен соответствующими показателями, фундаментальными данными, хорошими цифрами по ВВП, по капиталовложениям, по инвестициям, хорошими макроэкономическими показателями по рынку недвижимости, то, может быть, рост был бы и оправдан. Но мы прекрасно знаем, что китайская экономика сейчас не может похвастаться хорошей статистикой. Мы знаем, что ВВП снижается уже ниже 7%. Сейчас вполне актуальные риски связаны с тем, что ВВП может еще больше снизиться, поскольку даже с учетом активных мер экономического стимулирования Китаю никак не удается поспособствовать оздоровлению экономики. И на фоне такой слабой макроэкономической статистики, на фоне этих слабых макроэкономических данных, я думаю, что коррекция китайского фондового рынка была вполне ожидаема. И полагаю, что потенциал для снижения еще не исчерпан. Поэтому тему с китайской фондой мы не убираем про запасы, имеем ее в виду, поскольку при определенном стечении обстоятельств она снова может оказаться одной из определяющих и интересных идей для торговли на и рынке Форекс, на фондовом рынке и по производным инструментам. Что касается других факторов, мы следили за иранской программой, точнее за переговорами Запада и, разумеется, Ирана по ядерной программе. Сейчас надеялись мы, конечно же, услышать уже сегодня и подвести какие-то итоги прогресса, поскольку вчера состоялся очередной этап переговоров. Но, к сожалению, этого прогресса пока что нет, переговоры затягиваются, но это не значит то, что соглашение не будет достигнуто. Иран по-прежнему интересная тема для нефти, наверное, определяющая, поскольку, глядя на динамику энергоресурсов WTI и Brent, совершенно очевидно, что тегеранская программа и вообще просто спекуляции на эту тему оказывают чуть ли не определяющие эффекты на позиции энергоресурсов. Мы по-прежнему ожидаем, что санкции будут сняты. Опять же, исходя из нашего позиционного взгляда, произойдет это, может быть, до конца этого года. И, разумеется, сейчас уже, в принципе, нужно готовиться к тому, что предложение будет увеличено. Также мы анализировали вчерашние данные по росту запасов нефти США. Это вторая неделя, может быть, уже тенденция будет на следующей неделе. Соответственно, запасы растут в Кушинге, Оклахоме. Это главный нефтяной терминал, хранилище, которое обеспечивает фьючерсные контракты по нефти марки WTI до Нью-Йоркской биржи. И сейчас мы, если проанализируем динамику запасов, сможем увидеть, как, в принципе, емкость приближается к своим номинальным показателям. Вследствие этого оказывается еще большее давление на те хабы энергетические, которые разбросаны по территории США. И создаются условия, при которых спроса будет практически невозможно найти соответствующего балансового равновесия с предложением. Это такой серьезный фундаментальный фактор, который, разумеется, также не нужно списывать со счетов. Что касается доллара, также мы делаем ставку на усиление позиции американской валюты. И в связи с этим усиление позиций доллара может стать одной из дополнительных причин для коррекции бренда. Краткосрочно, может быть, стоит руководствоваться техническими факторами, а точнее даже желанием инвесторов сейчас откупить актив по минимальным ценам, исходя из серьезной просадки и активных продаж, которые имели место быть последние три недели. Но это только краткосрочная идея, поскольку в целом фундаментальный фон не изменен. И мы считаем то, что у бренда и, в принципе, у энергетического рынка гораздо больше сейчас оснований для продолжения коллекционного движения. Наша цель прежнего – это движение в район 55. Что касается рубля, здесь, в принципе, все без изменений. Сейчас рубль полностью следит и отслеживает поведение нефти, копирует его. И поскольку сейчас пошло легкое восстановление, рубль также старается отбить несколько копеек у своих основных конкурентов – и доллара, и евро. Кроме того, в ходе последних протоколов, которые мы анализировали несколько дней назад по ФРС, стало ясно, что большинство членов склоняются в пользу того, что нужно еще подождать некоторое время, чтобы получить дополнительные сигналы готовности американской экономики к повышению процентной ставки. И такая позиция сейчас также выступила фактором локального давления на позиции американской валюты, что, в принципе, мы уже можем использовать в пользу того, что в ближайшее время пара доллар-рубль, в принципе, вернется к нашей долгосрочной фундаментальной идее, которая будет направлена на ожидание еще одного витка девальвации и движения в район 58, может быть, даже еще выше. Что касается актуальных цен, то сейчас по паре USD-RAP это примерно 57. Я думаю, что сегодня как раз с этим уровнем и пойдет дальнейшая проторговка. Но уже на следующей неделе мы переключимся на более объемлющий фонд, связанный с большей конкретикой по евро-доллару, поскольку вот-вот соглашение в идеале, конечно же, должно быть достигнуто между Афинами и тройкой коридоров. Но как будет на самом деле, покажут эти выходные, в понедельник мы подробно об этом поговорим. Переходим теперь на евро-доллар. Доллар – самый главный валютный тандем рынка. Откройте графики, посмотрите, текущие актуальные котировки сейчас примерно 1,11, даже, наверное, уже 30. Может быть, за последние несколько минут пара смогла забраться еще повыше. В целом, если говорить про вчерашнюю торговую сессию, мы видели то, что она оказалась негативной. Трейдеры продавали главный валютный риск, правда, сегодня уже совершенно другая динамика. Как завершится торговая сессия, будет зависеть от того, кто же все-таки увереннее будет. Либо быки, которые делают ставку на усиление позиций евровалюты, либо все-таки медведи, которые готовятся к самому негативному сценарию и ждут, соответственно, еще больше просадки. Говоря про Грецию, разумеется, это ключевая тема. Мы ожидаем возможного прогресса по итогам этих выходных. Вообще, они будут весьма интересными, потому что завтра состоится встреча греческого правительства с Еврогруппой. В воскресенье уже пройдет саммит, где, разумеется, стороны снова пытаются выйти на сделку, достигнуть соглашения, преодолеть разногласия и все-таки найти тот самый базис, который позволит на следующей неделе с оптимистичной точки зрения сказать, что все, Греция договорилась, нашла ликвидность и сейчас стоит ожидать открытия и банков, ожидать поступления через каналы и экстренного кредитования, и дополнительные источники средства, что позволит исполнить Греции долговое обязательство перед Международным валютным фондом, а 20 июля еще исполнить обязательства перед Европейским центральным банком. Но это, конечно же, самый оптимистичный сценарий, который имеет место быть. Конечно же, только для тех, кто свято верит в то, что стороны все-таки найдут общий язык и смогут договориться. Теперь поговорим про другую, скажем, сторону рынка и другую часть участников рынка, отмечающих, что очередной саммит снова кажется безрезультатным. Честно говоря, к этой категории трейдеров принадлежу и я, поскольку, если уже за последнее время стороны не смогли договориться, если Греция за последние несколько недель, когда ситуация так остро стояла уже для разрешения этого конфликта экономического, стороны не смогли выйти на сделку, не смогли договориться по поводу получения финансовой помощи, то есть Греция не предлагала те инициативы, реформы, которые устроили бы тройку. Тройка, разумеется, не могла в связи с этим предоставить финансирование. Сейчас ситуация еще больше усугубилась, на самом деле, и я считаю, что, может быть, разногласия и вот эта пропасть недопонимания, она сейчас еще более серьезная, чем была раньше. Поэтому я считаю, что очередной саммит, несмотря даже на наличие оптимистичных ожиданий, с большей вероятностью может оказаться еще одним безрезультатным этапом переговоров, а может быть, даже заключительным этапом переговоров, вследствие которого, по итогам которого, будет запущен процесс уже контролируемого дефолта суверена, банкротства и начата процедура по выходу из состава валютного блока. Что касается Греции и греческого правительства, мы знаем то, что Греция обратилась к Европейскому центральному банку за финансовыми средствами, за дополнительной поддержкой через европейский механизм стабильности. ЕЦБ ясно дал понять, что до тех пор, пока Греция не договорится с тройкой, европейский мегаревлятор не будет предоставлять эти средства, потому что, в принципе, это опасно, учитывая то, что речь идет о возможности самого негативного сценария. Кроме того, ЕЦБ отметил, что, в принципе, не обладает мандатом поддерживать, скажем, реанимировать банковские секторы, да и, в принципе, финансовые рынки тех европейских экономик, которые столкнулись с серьезными трудностями. И здесь очень важная ремарка заключается в том, что ЕЦБ отметил, что Греции фактически предлагают возможность решить все эти проблемы. Нужно только сказать тройке кредиторов то, что тройка хочет услышать от Греции. Но Греция при этом не торопится с теми инициативами, с теми реформами, которые устроили бы Еврогруппу, ЕЦБ и Международный валютный фонд. И, по сути, Греция отказывается от помощи, которая может решить все их проблемы. В связи с этим ЕЦБ сообщило о том, что процедура рассмотрения вопроса о предоставлении Греции дополнительных средств затянется на несколько дней. И если будет принято положительное решение, то это только не раньше следующей недели. Поэтому сейчас мы прекрасно понимаем, что банки греческие вынуждены оставаться закрытыми, потому что нет денег, это уже две недели подряд. Соответственно, если и на следующей неделе мы понедельник откроем с негативным фоном и осознанием того, что самый негативный сценарий, вероятность которого 4 месяца назад обозначалась как 2-3%, а сейчас это уже 85%, станет реальностью для рынка. А значит, Греции придется столкнуться с еще большими проблемами, чем имеет место быть сейчас. Поскольку я, в принципе, уже сказал, что весьма скептически настроен к возможности достижения компромисса по итогам этого саммита, не хочу, конечно, переубеждать тех, кто с оптимизмом смотрит на эти выходные, ожидая прорывные решения, но все-таки субъективная позиция есть субъективная позиция. Я считаю, что договоренности не будет, поэтому делаю ставку на коррекцию главного валютного риска, делаю ставку на возможность открытия с гэпом в понедельник. Если гэп будет характерен для евро, значит и другие рисковые инструменты также будут испытывать давление и, в принципе, повторят динамику двухнедельной давности, когда мы видели открытие евро-доллара на азиатской торговой сессии с гэпом больше 150 пунктов. Если будет негативный сценарий, может быть, гэп будет также еще осущественнее. Но это уже покажет понедельник, и в понедельник мы, разумеется, детально проанализируем сложившуюся ситуацию и подведем итоги греческого противостояния на стройках кредиторов. Еще хотел пару слов сказать про три валютных тандема. Разумеется, продолжим после евро-доллара доллар и японская иена. Откройте графики и посмотрите. Сейчас актуальные котировки 122, может быть, рядом с этой отметкой, а может быть, доллар уже смог за последние 10-15 минут забраться еще повыше. Если мы вернемся на два дня назад, когда доллар и японская иена потеряли очень много, больше 200 пунктов по причине, опять же, той самой ситуации, которая наблюдалась на китайском фондовом рынке, и по причине при остановке на 30,5 часа торгов на Нью-Йоркской бирже. Сейчас эти риски уже, по сути, нивелированы, вроде бы как Китай восстанавливается, ну и, разумеется, в нормальном режиме функционируют уже все финансовые рынки. Поэтому сейчас, опять же, исходя из оптимистичных ожиданий, что договоренность будет достигнута, интерес к защитным активам, и прежде всего к японской иене, уже не так актуален, как было несколько дней назад. Мы видим то, что японская иена теряет пункты против американского конкурента, а вот доллар продолжает двигаться вверх, уже, по сути, отбил практически все те потери, которые понес за последние три торговые сессии, еще чуть-чуть осталось, и пара снова стремится выше уровня 122.50. Если мы посмотрим на статистику последнего дня, то, пожалуй, здесь стоит выделить только динамику заявок на пособие по безработице. В целом показатель, на самом деле, оказался хуже прогнозов – 295 тысяч новых рабочих мест, точнее, пособий по безработице против прогноза – 275 тысяч. Обращения выросли, значит, по идее, это негативный фактор. Но мы также отмечали еще неделю назад, что если эта статистика выходит ниже 300 тысяч, значит, это несомненный позитив. И это уже, получается, наверное, 19-я неделя подряд, когда показатель держится ниже 300 тысяч обращений. Поэтому в результате, в итоге мы видим хорошие данные по безработице. Согласно прошлым, Non-Farm Perils, безработица снизилась до 5,3%. Это позитив. Такими темпами, если ситуация, точнее, тенденция сохранится, мы сможем увидеть до конца этого года еще более хорошую динамику восстановительную и безработица, возможно, снизится до 5%. Поэтому в целом это несомненный позитив для доллара. Если бы еще инфляция с ростом зарплатных плат также не отставала и показывала такую же стабильную восстановительную динамику, значит, мы бы уже наблюдали пару доллар-японской иена выше уровня 124. Но пока подтверждения нет. Мы же продолжаем следить за статистикой и все-таки верить в то, что до конца этого года американская экономика сама создаст необходимые основания для нормализации денежно-кредитной политики. В целом это, в принципе, подчеркивает актуальность нашей инвестиционной идеи, по паре доллар-японская иена. Это движение в район 125. Что касается фунта. Вчера была опубликована ставка и объем выкупа активов. В принципе, без изменений, все как и раньше. И изменений, в принципе, никто не ожидал. Очень важно, что Банк Англии отметил тот факт, что возможное повышение процентной ставки, как и было обозначено раньше, если и произойдет, то не раньше 2017 года. Поэтому сейчас фунт сохраняет еще больше потенциал для коррекции. Актуальные котировки 1,54, но мы поставили цель возможности снижения фунта против доллара до уровня 1,53. Я думаю, что эту цель мы протестируем, коснемся этого уровня уже в самое ближайшее время. И USDCAD – это весьма интересный сейчас комплекс валютных активов. Здесь особенная ставка на перспективы канадской валюты. Клосса вчерашний 1,2704. И в целом сейчас нужно прекрасно понимать, что канадский доллар находится в ожидании возможного решения о еще одном снижении процентной ставки уже по итогам следующей недели. Вероятность подобных действий оценивается сейчас процентов, наверное, в 70. И если сегодняшние данные по канадскому рынку труда смогут показать восстановление, смогут, скажем, поддержать настроение трейдеров, которые делают ставку на укрепление позиций канадца, значит, вероятность о снижении ставки снизится. Но если сегодня в 15.30 по московскому времени мы увидим еще один слабый макроэкономический отчет канадского происхождения, значит, смело можно будет поднимать планку вероятности снижения ставки процентов, наверное, до 90. И об этом, кстати, отмечают уже многие инвестиционные банки, констатируя проблемы с потребительским спросом, с темпом экономического восстановления, с инвестициями, с капиталовложениями. И напомню, что вчера мы подводили итог последнего отчета по рынку недвижимости, там и вовсе катастрофическое падение практически на 15%. Поэтому USDCAD, учитывая текущие котировки, еще раз повторю, сейчас это 1,27, может быть, 1,26, наверное, 80. Но, опять же, укрепление канадца может быть сейчас связано с восстановительной динамикой нефти. Но я думаю, что все-таки больше внимания сейчас нужно уделять как раз возможности смягчению монетарной политики, поскольку мы уже сделали подобные ожидания. А в случае плохого отчета сегодня и снижения процентной ставки на следующей неделе, пара USDCAD сможет рвануть выше уровня 1,28, и тем самым еще ближе стать к нашей долгосрочной цели по USDCAD, это 1,30. Я думаю, что и эта цель также не за горами. Ясно? Что касается кодового слова, на сегодня это пятница, как раз приурочена к сегодняшнему дню. Советую, опять же, воспользоваться нашим бонусом и повысить покупательские способности вашего депозита. Вопросы есть? Тогда большое спасибо за внимание. Ждем вопросов и комментариев на нашем официальном канале Амаркетс. Всего доброго. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok